Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Медиколепфитнес, ведущий как раз Сергей. Сегодня мы находимся у меня в кабинете и, соответственно, будем говорить про медицину, раз я вот так вот выгляжу специфически. Сегодня я врач, фитнес-врач, работал в прошлом реабилитологом и, соответственно, мы будем с вами обсуждать, что же такое сколиоз и другие искривления от позвоночника. Этот выпуск для тех, кто вообще не ориентируется в этом, по каким-то причинам, как правило, весьма патологическим, решил вот узнать, что такое сколиоз. Сколиоз – это такая вещь, которая, в общем-то, бывает либо правосторонней, либо левой сторонней. И еще бывает S-образный сколиоз. Картинки вы видите в данный момент. Значит, в чем смысл? Остальные искривления позвоночника, они бывают естественными. У нас есть естественные искривления кифоз шейного отдела, у нас есть естественные искривления лордоз шейного отдела, кифоз грудного отдела и лордоз поясничного отдела, либо повздошного. Правильно его, конечно, назвать повздошным. Итак, в чем смысл? Вот эти вот естественные искривления позвоночника, они могут быть как недостаточными, тогда мы говорим о гипо-форме, и приставка идет спереди, слово гипо, то есть мы будем говорить о гипо-лордозе, гипо-кифозе и, в общем-то, далее. У нас могут быть также различные изменения в сторону излишнего искривления. Такие изменения у нас более частые, и мы будем использовать для этого приставку гипер, то есть мы будем говорить о гипо-лордозе и гипо-кифозе. Кифоз у нас всего один, лордоза два шейный и повздошный-поясничный. А, в общем-то, вот там у нас и формируются избыточные искривления. Все это чревато различными заболеваниями, такими как грыжи, протрузии, различные другие формы, нарушения позвоночника. В общем-то, все это неприятно. Также у вас формируется более спастическое мышечное напряжение в какой-то конкретной точке и боли, связанные с этим. И различные невралгии также у нас могут присутствовать из-за этого. В общем-то, выпуск не только сколиозе, а вообще искривление позвоночника, поэтому я заранее оговорюсь о том, что вот сейчас мы поговорим просто о патологиях, которые могут возникнуть в первую очередь. Многие думают, что, в общем-то, раз у меня болит только спина, значит, максимум, чем я рискую, это потерять здоровье спины. И, ну, не так как-то внимательно относятся с отмашкой по отношению к своему искривлению патологическому, сколиозу. Будут такие фразы, что он есть у всех. Я вас доверяю, господа. Семь лет работаю. Он далеко не у всех есть. И, в общем-то, нужно объективно к этому отнестись и решить эту проблему, раз и навсегда. Иначе у вас будут проблемы не только со спиной, но и с внутренними органами. Позвоночник – это такая костная система, которая задает у нас общее положение внутренних органов. Если у вас имеется, допустим, очень сильный кифоз грудного отдела и еще и сколиоз, это все может привести к тому, что у вас, в общем-то, сердце ваше, ну, вас подведет в какой-то момент, может куда-то смещаться сердечная сумка и так далее. И все это, в общем-то, не будет благополучно сказываться на вашем кровообращении. Ну, и в какой-то момент вы будете лечить не только спину, но еще и сердце. Поэтому с искривлением позвоночника нужно относиться очень внимательно, лечить их вовремя и не запускать. И оговорюсь еще о такой вещи, как, в общем-то, правильная биомеханика. Вот чем больше вы запускаете вашу, в общем-то, ваш опорно-двигательный аппарат, тем больше у вас нарушается правильная биомеханика движения. И тем сложнее вам потом будет ходить в зал, а исправить это можно только тренировками. То есть основной лечебный процесс у нас идет в зале, в лечебной скульптуре, и потом уже какая-то гимнастика. Мне больше всего нравится гимнастика Букновского в этом плане. Вот, и, в общем-то, дальше вы можете уже наблюдать какие-то изменения на своем позвоночнике. Без, конечно, вот этих вот хождений в зал, лечение просто массажем, мануальной терапией бесполезно. Все это нужно применять строго в комплексе, так же, как и лечение просто, конечно, одним залом, лечение скульптурой будет неэффективно. И тогда у вас будет здоровый позвоночник. Ну, а с вами был Крафцев Сергей, канал Medical Fitness. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И да пребудут с вами здоровые друзья!